Всем привет! Мне пришла новая посылка из Китая. Давайте ее распакуем, посмотрим, что там находится внутри. Написано, что здесь находятся умные часы, смарт-вотч. Но, честно говоря, что-то я не припоминаю, чтобы я заказывал именно умные часы. Давайте распакуем и посмотрим. Ух тыжка! А здесь у нас вот такие вот умные часы. Как оказалось, это даже не умные часы, это фитнес-трекер, смарт-бенд. От компании, которая мне очень знакома, и от компании, которую я полюбил, честно говоря. Потому что вот у меня есть от этой компании вот эти замечательные часы. Еще у меня есть часы номер 1 F2, это номер 1 F3. И компания номер 1 сделала фитнес-трекер, который носит название F4. Как это вот не странно. Здесь у нас вот такая пленка, типа, чтобы показать, что часы новые. Вернее, не часы, а фитнес-трекер. Я специально заказал такой фитнес-трекер черный, чтобы он был, чтобы он был не маркий. Цвета, по-моему, есть разные, насколько я помню. И была возможность выбрать совершенно разные цвета. Так, коробка чуть-чуть помялась, но это не страшно, потому что я заказывал его именно для себя. Кому интересно, можно скачать как в Google Play, так и в App Store приложение для управления этими часами, этим смарт-браслетом. И, конечно же, распаковываем, смотрим, что у нас здесь внутри. А внутри у нас все очень-очень красиво упаковано. В принципе, достаточно оригинально. Здесь у нас в комплекте идет вот такой вот мануальчик на китайском полностью. И еще есть дублирование на английском. Кому интересно, я сейчас вот так вот поставлю. И вы можете поставить на паузу. И, собственно говоря, там уже для себя определить, почитать, что вам нужно, что вам не нужно. В комплекте у нас идет вот такая вот зарядка. Вкомплектованная, честно говоря, не очень презентабельно. Всего лишь в какой-то пакетик. Забыл рекордер включить, прошу прощения. Вот теперь звук будет поинтересней. Вот такая вот у нас зарядка идет к нему. То есть, она магнитная, как вы можете заметить. И никаких косяков не будет у вас с тем, что там что-то не прикасается, что-то там не работает. Провод достаточно длинный, где-то в районе, наверное, 70 см. Провод достаточно тонкий, такой эластичный, приятный. Давайте посмотрим, как это все дело у нас будет здесь цепляться. Вот мы попробуем. Так вот, раз. Или как? Нет, так не хочет цепляться, только вот так. Отлично. То есть, эта штука, она цепляется только определенным полюсом, скажем так. И вы прицепили ее, она сразу попадает вот так контактами. То есть, вам не нужно метиться, вы просто раз и все. И она сразу заряжается. Здесь еще дополнительно есть QR-код, кому интересно. Также есть пульсометр. Да, здесь, посмотрите, часы прямо полноценно. Яркость не велика, но я так подозреваю, что яркость можно настраивать. Вот здесь у нас, посмотрите, заряд батареи показан. Сообщение. Активность. В общем, тут вообще, тут столько настроек. Обалдеть. Я сделаю на него отдельный обзор. Кому интересно, обязательно подписывайтесь. Если вы уже подписаны, то не отписывайтесь. И отдельно будет обзор этого браслета, для того, чтобы его максимально качественно оценить. Но обзор, сразу скажу, будет ни сегодня, ни завтра. Я из тех людей, которые любят тестировать устройство, а не просто делать обзор ради обзора. Пройдет время. Я с ним похожу. Я его протестирую в различных условиях. Я с ним покупаюсь. Постараюсь его максимально, скажем так, нагрузить. И уже там посмотрим, что он покажет. Ну и, конечно же, сравню его с самым популярным браслетом на данный момент. Это с Mi Band 2. Потому что Mi Band 2 это самый классный по цене, самый актуальный на данный момент. В общем, вот так вот он выглядит на руке. Как вы можете заметить, очень красиво. Просто круто. Единственное, что если у вас очень толстая рука, он может не налезть. В принципе, тут еще где-то 5 позиций есть. Но в любом случае, может не налезть. Ну, как бы, тут уже зависит от вашей руки. Выглядит круто на руке, на самом деле. Мне очень нравится. Единственное, что хотелось бы поярче дисплей. Мне кажется, это можно как-то настроить. Потому что на данный момент яркость не очень интересная. В общем, на этом у меня все. Первое впечатление. Браслет крайне годный. Ремешок приятный. Достаточно эластичный. Формованный. То есть, вам не придется там изгаляться. Он очень удобно застегивается. В общем, от себя скажу, что на данный момент мне все нравится. Комплект поставки хороший. В том плане, что вот эта штуковина, она не как у Mi Band 2. Она действительно надежная, как у Maze Fit. Она удобная. И провод длинный. Не этот каратыш, как у Mi Band 2. Ну, на данный момент пока что Mi Band 2 как бы проигрывает. А там посмотрим. Всем спасибо за просмотр. Если вам интересно увидеть обзор, не забудьте поддержать это видео. Пишите в комментариях, что вы хотите видеть в обзоре. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. И, конечно же, увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...